В этом году у Деда Мороза будет несколько ориентаций. На севере республики в Бирске, на юге в Стерлитамаке, на востоке в Абзаково, на западе в Кондрыкуле. У каждого своя. В Абзаково, но, как говорится, сам Бог велел, это Дедушка Мороз такой спортивный. Стерлитамак – это направленность молодежная, детская, семейная. Кондрыкуль – национальная специфика. Очень интересное направление будет в Бирске, киношное, где вот как раз детям будет предоставлена возможность самим почувствовать себя в роли оператора, режиссера и создать свой шедевр новогодний. Центральная гостевая юрта традиционно расположится в Уфе на Конгресс-холле. Тематика этого Нового года – эпос «Урал-Батыр». Праздничные мероприятия начнутся с 23 декабря. Сейчас ведутся работы по подготовке световой инсталляции, объемные фигуры, связанные с символами «Урал-Батыра». Рядом будет расположена елка и детский городок. Будет реализована ярмарочная зона, точки горячего питания и официальные сувениры. Центральная елка и ледовый городок разместятся на верхней площадке Конгресс-холла. Внизу организуют катание на собачьих упряжках, почту Деда Мороза, зону мастер-классов и квесты. Там же будет юрта фотоистории, медовая, чайная, сувенирная и резиденция Деда Мороза. Но на прием к нему придется записаться. Ежедневно с 12 до 17.00 Дед Мороз будет принимать в режиме записи, для того, чтобы не было полкотни. С 20.00 до 22.00 в режиме живой очереди. С 25 декабря по 8 января в 17.00 будет анимационная программа. Пообщаться с Дедом Морозом смогут и те, кто в пути. В этом году впервые в своей резиденции он отправится на поезде. 17 декабря на поезде «Легенда Урала» Дедушка Мороз поедет осматривать готовность одной из региональных юрт – это Вабзакова. 24 декабря Кондрыкуль, Стрелитамак, на поезде «Толпар» от Демы до Шакши Дедушка Мороз проедет и для всех уфимцев. В прошлом году только уфимскую юрту посетило более 100 тысяч человек, а по республике он принял 160 тысяч мечтателей. В этом году Дед Мороз ждет еще больше гостей и обещает, что бесплатные метробусы доставят горожан прямо к елкам.